Радио Болтком Утро на Болткоме Вот в этой части Утро на Болткоме мы поговорим действительно о том, что ожидает в ближайшее время тех, кто долго кричал уже о том, что пора ввести систему депозита тары, чтобы можно было все эти пластиковые бутылочки сдавать, как в других соседних, может быть, с нами странах, и получать копеечку. И не только пластиковые, но и банки тоже, тем более, что в Эстонии-то ароматы работают уже 15 лет, в Литве 5, а у нас только вот в феврале 2022 года начнут. Как это будет происходить? Будут ли специальные, значит, в каждом ли это будет магазин или будут какие-то специальные места приема тары? Будут ли возвращать наличные денежки или будут возвращать, ну, давать просто скидку на следующую покупку, вот, например? Очень много вопросов. Считает ли стоимость, в конце концов, того, что находится внутри тары? Потому что есть такое мнение, его высказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, что введение системы депозита станет очередным налогом для наших жителей. Вот обо всем об этом мы сейчас и поговорим с председателем правления предприятия Дайпозит, а я покоим оператор с Миксом Стуритесом. Микс, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Начнем с главного. Вот это система депозита тары. Объясните, пожалуйста, популярно, что это означает? Ну да, система депозита тары. Ключевое слово от депозита. Депозит. Потому что, когда мы будем, когда уже система будет внедрена, то есть с 1 февраля следующего года, тогда мы, когда пойдем в магазин, будем, захочем, захотим покупать либо напиток, вода, пиво, лимонад, тогда, покупая лимонад, дополнительно к цене продукта, мы будем вносить этот депозит 10 центов. Это как взнос. Ну то есть просто к цене 10 центов? 10 центов, да. И потом, когда мы уже продукт употребили, приносим обратно эту упаковку, там стекло, металлическая банка, либо там пластмассовая бутылка, мы получаем назад этих своих 10 центов. Это не зависит от объема, то есть это может быть, там, не знаю, 5-литровая большая банка или небольшая баночка. Ну сколько там, да, 0,2-0,3. Это все будет стоить 1? Да, это четко указано, указан министр кабинет, условия, да, и объемы, начиная с 0,1 до 3 литра не включая, да, то есть, и поэтому эти 5-литровые большие, ну, бочки, можно так сказать, для воды там, они не будут входить в систему, да. Но все основные, и это получается 99,9% они будут, да. Ну и зачем это нужно? Основная цель достичь и, в конце концов, тот уровень переработки и собрания упаковки тары, да, которые уже установил Евросоюз, и это, да, до 29-го года мы должны достичь 90%. В данный момент хочу напомнить, что в отрасли пластмассовых бутылок этот процент около 40-45%. Мы видим, да, что постоянно люди, ну, выбрасывают, даже часто бросают мимо мусорника, где-то оставляют, то есть, появляется стимул материальный для того, чтобы все эти бутылочки собрать и отнести. Будут их принимать исключительно там помытыми, например, ну, потому что, скажем, баночка от йогурта, ну, от воды одно дело, там, в принципе, она чистая, а вот если от йогурта, то грязная. Да, хочу упомянуть, что молочные продукты в систему не входят. То есть, какие продукты входят? Входят все виды безалкогличные напитки, воды, лимонады, соки, все виды пива. И дополнительно еще входят коктейли, сидры, у которых уровень алкоголя не перевешает 6%. То есть, ну, получается тогда в легкие коктейли тоже входят. Почему так? Ну, то есть, ни винные бутылки, ни от крепкого алкоголя сдать нельзя будет. Как в анекдоте, да, про виски, там нет дары, сэр, да? Да. Да, крепкие на данный момент не входят. И, наверное, вопрос, почему так, почему молочные не входят, почему кетчуп не входит, там, шампунь, может быть, и так далее, да? Основной принцип такой, что это не только Латвия, это по всему миру, это уже доказано, что именно напитки, да, именно легкие напитки, та категория упаковки, которую люди употребляют не в домах, да, то есть пикников на природе, балки и так далее. И поэтому там этот процент или вероятность попадания в природу очень большой, да, если мы смотрим, такие уже исследования проходили, то есть, что находится в природе, какие виды упаковки, тогда именно 70% от всех, всего мусора, которые находятся в среде, окружающих, да, в лесах, да, около водоемах, составляют именно вот эти упаковки напитков. Хорошо. Ну, предположим, ну, в смысле, не предположим, это факт, что вина и прочий алкоголь, ну, раз уж мы упоминаем, как пример, не входят в этот список. Тем не менее, на эти группы товаров, группы напитков этот депозитный налог будет распространяться? На вино и на крепкие? Ну, да. Ну, вот я подхожу в магазине в любом к полке, там, скажем, минералка плюс 10 центов к бутылке, ну, скажем, это боржом в пластиковой бутылке, в алюминиевой банке или в стекле одинаково, плюс 10 центов. А вот там, скажем, шарданой какой-нибудь, там плюс 10 центов будут указаны на ценнике? Не будут, не будут. Плюс 10 центов только на те продукты, которые входят в депозитную систему, конечно. То, что можно вернуть. Где будут принимать эти, будут ли это в специально оборудованные какие-то места или это можно будет в каждом магазине вернуть? Да, то есть мы планируем, что в Латвии будет как минимум чуть больше 1400 точек, где это можно будет возвращать. Ну, по всей видимости мы начнем вот с этими 1400, и потом, я думаю, постепенно это может версти и до 1600 точек даже. И мы планируем, что от 800 до 1000 примерно, я думаю, в начале системы уже, сейчас уже известно, что будет около 800 тароматов. То есть это означает автоматизированный прием тары. Остальные, остальные тогда получается 600 точек будет мануальный прием. И как мы это определяем, это определяется по объемам, планируем. И главный принцип, что эти точки находятся в магазинах или в визы магазинах, чтобы это было удобно. Ну, принцип, там, где покупаешь, там и можешь возвращать. Сейчас следующее, в каких магазинах? Не всех. И здесь закон довольно четко говорит, что если магазин больше 60 квадратных метров, торговая площадь, тогда он должен принимать по закону. Тогда получается, что все магазины, которые больше 60 квадратных метров, тогда должны принимать. Кроме тех магазинов, которые находятся в больших городах, это, получается, Републик, Снозе, Институтс, Большие Города, Рига, Венск, Слэпай, около 9 таких городов. Там закон говорит, что все магазины, начиная с 300 квадратных метров, должны принимать. То есть, получается, торговцы обязаны по закону установить эти тароматы за свой счет? Причем, они должны за свой счет устанавливать пункты приема, но мы, как оператор, это было вписано в нашу плану, мы предоставляем возможность тем местам, которые принимают свисше 3000, будет принимать или продают на данный момент. Потому что пока еще никто не знает, сколько будет принимать, но то, что не знает, что средний объем продажи депозитных продуктов превышает 3000 в месяц, тогда мы предлагаем обеспечить с тароматом. Это и в данный момент происходит, а те, которые меньше, средний объем 3000, тогда там это мануальный прием, ключевой прием, и на самом деле это, получается, маленькие магазинчики, которые располагаются довольно далеко в сельской местности. — Должна ли быть тара, можно ли ее сминать? То есть, если я, например, набираю все бутылочки для того, чтобы больше влезло, или их должны возвращать в том же виде? — Нет, тар не должна быть испорчена, то есть нельзя тару мять. Здесь тоже я хочу заметить, что не надо, это уже и буквально, если, например, мы купили алюминиевую баночку, там даже трудно его вообще помять. Но здесь, если там будет, скажем, немножко упомянуть, тогда это ничего страшного, она нельзя быть полностью. И очень важно, что необходимо сохранить штрих-код. — А, вот это очень важно, да. — Это очень важно, да. И она должна быть пустая, это тоже, да, то есть полупитой возвращать нельзя. — У нас телефонный звонок в студию. Здравствуйте, доброе утро. — Да, доброе утро. Вопрос к вашим гостям. Извините, если может быть немножко не по адресу. Скажите, пожалуйста, а вот в мире или вообще в Европе какое количество бутылок повторно используется? Потому что, если вот заходишь в магазин, видишь, сколько напитков стоит на полках, и представишь, что это выкидывается, потом из природы берется стерьез, чтобы снова эти бутылки сделать, снова выкинуть. Вот сколько используется повторно? Спасибо. — Отличный вопрос, да, спасибо. — Да, спасибо за вопрос. Я, наверное, не знаю статистику мировую, да, но я знаю то, что мы собрали данные и наши прогнозы, да, что Латвии, что Латвии мы планируем в среднем, что от всего депозитного объема повторно будет использоваться около 15%. — А остальное? — Да, тара, которую возможно возвращать производитель, да, это стеклянная тара Латвии, да, и основном, но это в основном это бутылки, пивные бутылки, ну и некоторые, некоторые тоже, можно быть, воды и лимонад, да. — А пластик, его можно, ну вот, помыть и вернуть, или его нужно переплавить и тогда из него новые сделать? — Пластик переплавляется, неизвестно, что единственная страна, которая использует, ну, может быть, не самая единственная, но где это используется, где пластмассовые бутылки, специальные пластмассовые бутылки, это Германия, может быть, когда кто-то был в Германии, там есть кола, например, таких очень терных бутылок, да, и пластмассовые, да, вот эти используются повторно, но это в Германии только, насколько я знаю. Ну, если труппроизводитель будет готовый такой тип бутылок внедрить в Латвию, тогда система к тому будет готова. — Я хотел бы уточнить, вы сказали, если я правильно понял, что повторно использовать в Латвии планируется около 15% той тары, которую вернут. А у меня возникает два вопроса. Что произойдет с прочими 85%? И второе, в чем, так сказать, ЦИМИ с точки зрения денег? Ну, как бы эти 10 центов надо будет заплатить человеку, который принесет бутылку. Откуда они возьмутся? — Ну да, здесь, поэтому, как я уже говорил, ключевое слово — это депозит, да, это сами люди, когда покупают продукт, сделают, ну, как взнос, как залог, и когда приносится обратно бутылкой, сами 10 центов отдаются обратно. — Хорошо, а куда денутся остальные 85% тары, если не на вторичную переработку? — Да, основной принцип оценки работ оператора, да, это даже не то, сколько оператор собрал бутылок, это сколько оператор отдал на переработку. — Ну, вы сказали 15%, а остальное куда? — Нет, 15%, я понимаю, оно… — 15%, да, вторичное использование, да, остальные 85% перерабатывают. — А, в этом смысле? — Да, конкретно… — Спасибо, что, да-да-да, поставили мозг на место. Второй вопрос. Вы упоминали, что нужно сохранить обязательно штрих-ход, что не сильно мятая должна быть тара, конечно же, пустая и желательно чистая. Что касается, ну, зовем политкорректно, бродяг, смогут ли они на этом зарабатывать? То есть собирать где-то выброшенную тару, приносить и получать денежку? — Конечно, это не будет в никаком смысле запрещено. Любой человек, который увидит, что валяется на улице, либо в природе, бутылка, которой уже входит депозитная система, да, которая имеет этот депозитный знак, да, тоже важно, да, и она сохранена, там есть штрих-код, она возвращается, да. И это и в суть этой системы, да, что даже те люди, которых, может быть, эти 10 центов ничего не означают, да, которые там спокойно даже при наличии депозитной системы выбрасывают там через окно машины, да, но если кто-то такой бутылку нашел, и по опыту других стран этот механизм тоже работает, тогда, конечно, это возможно, да. — 10 старушек рубль. — Ну, на самом деле, именно так. Ну, это 10 центов, не 10 центов, это действительно хороший стимул лишний раз подобрать мусор и использовать его по назначению. — Да, хотя я бы сразу хотел бы упомянуть, что очень важно понять, что стереотип, что тару возвращает только, как вы говорили, бродяги, да, это неправильно. Мы даже делаем сейчас исследование тоже в Латвии, да, и 87% готовы эту систему использовать, остальные 13%, там, половина якобы не хотят это использовать, а половина еще не знает, да. И тогда мы смотрели, кто же, какой же состав этих людей, которые готовы использовать, да. И что самое интересное, что основная часть тенденции, что те, которые готовы использовать, да, там больше тех с образованием выше среднего и доходом среднего выше. А когда мы смотрим те, которые якобы до данный момент нейтрально или негативно относятся, тогда там как наоборот, да, там ниже среднего образования и ниже среднего дохода, как странно, это не было, да. Поэтому наш, и тоже литовский, и эстонский опыт показывает, что, ну, население очень быстро это принимает, это новое, новое, скажем. Миксон, у нас висит телефонный звонок. Доброе утро. Вот как раз сорвался, сорвался. А, нет, вот человек перезвонил. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, доброе утро. Доброе утро. Ну, вопрос. Было бы справедливо, если бы человек оплатил 10, не 10 центов, а, допустим, оплатив 10 центов лишних, получал взамен, скажем, 17 центов. Вот это был бы стимул. А оплатить 10 и получив 10, это просто, это просто строит определенные... Ну, понятно, понятно. Извините, у нас просто одна минута осталась. Да, в самом деле, почему не стимулировать большим возвратом? Еще больше сюда приплатить. Ну, потому что надо потратить время, деньги, бензин, может быть, чтобы все эти бутылки привезти на пункт сбора. И в итоге человек останется в минусе. Да, мне очень простой ответ, да. Здесь, если смотреть, кто вообще использовать, у которой, какие части, какие стороны получают какое-то благо от этой всего напитка, скажем, индустрии напитков, да, тогда это первое, производители, которые это производят, второе, это торговцы, которые это торгуют, а третье, это употребители, которые это потребляют, да, потому что, ну, это же удобство, да, по какой-то причине мы покупаем эту воду, полилитровые бутылки, идем на спортзал и открываем, да, хотя мы могли это не делать, да, и тогда мусор вообще бы не делал. И поэтому каждый из этих трех сторон должен делать какой-то тоже, ну, какой-то работой и взнос, да, начиная с производителя, заканчивая, то есть, следуя с торговцем, заканчивая, то есть, потребителем. У всех появляются новые задачи. Ну, то есть, речь идет об определенной ответственности за то, что мы употребляем, и то, что происходит с этой упаковкой дальше. Огромное спасибо. Спасибо, спасибо. Время наше истекло. Мы благодарим Микса Стуритеса, председателя правления предприятия Депозиты Эпокума Операторос, за беседу, за разъяснение о том, что произойдет в феврале 22-го года, к чему надо готовиться, когда в Латвии будет введена, начнет работу, так называемая система депозита тары. У нас пауза, после которой новый гость, полярный исследователь. Целая экспедиция латвийских геологов буквально на днях вернулась с Шпицбергена. Что они там увидели, почему эта поездка так важна для латвийской науки, для науки всего мира, об этом буквально через несколько минут.